Джоди и Тед Топпинг владельцы фермы площадью 46 гектаров Питербора, Канада. Пойдя утром в июне 2017 года в загон для скота, они обнаружили, что ночью у пары их миниатюрных осликов родился малыш. Для фермеров это было сюрпризом, потому что они не заметили беременность самки. Осленок был совсем крошечным, не больше кошки, а весил около 4,5 кг, поэтому хозяева дали ему кличку Крошка Тим. К сожалению, ослица не собиралась выполнять свои материнские обязанности и была жестока с ребенком. Тогда Топпинги приняли решение забрать осленка в дом и вырастить его самостоятельно. Первые семь дней новорожденного кормили из шприца, каждые 20 минут, через неделю начали кормить раз в час. Первые четыре месяца осленок спал на втором этаже в спальне хозяев в детском манеже. Ночью приходилось дважды вставать, чтобы его покормить. Когда ослик стал весить больше 20 кг и перестал есть ночью, его переселили в прихожую, потому что стало тяжело таскать его наверх. У Топпингов есть еще два домашних питомца – пес и собака. По всей вероятности, этот факт сильно повлиял на повадки и предпочтения крошки Тима, он растет настоящей собакой. Ослик бегает и приносит мячики, любит облизывать тарелки, играет с диванами-подушками, выполняет некоторые трюки и спит в собачей кровать. Он даже приучен справлять нужду вне дома. С появлением крошки Тима наша жизнь сильно изменилась. Мы теперь не сможем путешествовать, как планировали. Не так уж просто найти няньку для мини-ослика на время отсутствия, но мы испытываем огромное удовольствие, наблюдая за этим ласковым и умным созданием, рассказывает Джуди. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного, а также ставьте лайки и пишите комментарии, что думаете по поводу этой истории.